здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня говорим о прекрасном о музыке о том как музыку по-разному можно преподносить для своих зрителей слушателей и как можно ее превратить в целый настоящий ну скажем так медицинский что ли способ психологический способ существования в наше нынешнее сложное время ольга иванова у нас в гостях пианистка композитор педагог автор блога записки пианистки лауреат международных конкурсов здравствуйте ольга здравствуйте вот скажите когда первый раз ваши пальцы ударили по клавишам мне было примерно три года это было в доме моей бабушки была старая пианина я подходила извлекала первый звук я помню какая-то досада что не получается так как я хочу это сделать то есть вы как бы сами к нему подошли хорошо а потом когда началась все-таки уже профессиональная деятельность надо же было закончить школу когда вы уже целенаправленно вы сами попросили ли вас на родные отвели как это было ну я всегда знала что меня дадут музыкальную школу у нас в семье традиция по женской линии все как-то оканчивают музыкальную школу по классу фортепиано девочка должна музицировать для себя думали мои родители отдавая меня на фортепиано никто не думал что это перерастет во что-то больше музыкальную школу я окончила но уже к концу музыкальной школы совмещала обучение там где-то шестом-седьмом классе с подготовкой к центральной музыкальной школе и потом уже училась там понятно и затем уже стали фактически профессиональным да не фактически профессиональным потому что есть уже премия правительства у вас насколько мне известно да но и много других скажем так интересных проектов которые вы осуществляете об этом мы сейчас и поговорим но прежде всего начнем с самого простого вопроса пианист это такая ну музыка дали человек который сидит за роялем за пианино и другими за клавесином в конце концов да это что-то такое очень традиционно и что-то такое без чего нам трудно пресс но разве еще гитары иногда где-то рядом стать что удобно то есть это то что сопровождает человечество по жизни можно ли назвать этот инструмент но хотя бы в пятерке самых главных конечно а почему что в нем такого для чего что для вас этот инструмент что для вас этот звук который вы извлекаете так вышло что из всех доступных нам музыкальных инструментов именно рояль обладает самым большим диапазоном для того чтобы максимально близко к звучанию оркестровому исполнять симфоническую музыку то есть именно на рояле грубо говоря мы можем сыграть почти все поэтому он так и популярен во многом плюс некая доступность инструмента я когда-то занималась на флейте и чтобы извлечь первый звук на флейте мне потребовалось наверное недели две с большим трудом я научилась так складывать губы чтобы из флейты раздавался вот этот самый флейтовый звук иначе был просто звук воздуха а рояль и он все-таки очень дружелюбный инструмент маленький ребенок вот даже как я в три года может к нему подойти притронуться клавиши она отзовется но ведь зависит еще как настроен инструмент ну если он настроен хуже то просто будет чуть более интересный такой необычный звук я так веду в нашем разговоре делок собственно говоря к звуку потому что у меня много друзей музыкантов самых разных скажем уровней направлений и я так понимаю что такие особые люди которые по-особому слышат даже тишину не говоря уже это же все-таки волны всевозможные такая физика до нашего мира но вот для вас звук рояля это что он с вами как это что-то живое это что-то техническое это просто какие-то волны что это но начать с того что мы практически никогда не слышим тишину даже вот сейчас мы здесь сидим здесь гудят лампы все эти все или если даже мы замолчим нам будет казаться что тишина на самом деле нет с другой стороны настоящая тишина наверное это такой пугающий вакуум в котором мы наверное никогда не оказывались то есть нам же хочется какого-то звука может быть а может быть и нет это сложный вопрос но что для меня звук рояля вы знаете для меня это звук моего голоса вы так говорите через рояль да потому что я не певица певцы своим аппаратом прямо подают звук в зал певческая карьера как-то прошла стороной у меня никогда почему-то и не не пыталась стать певицей и когда я играю на рояле я по-своему пою и это в общем-то мой голос то есть рояль посредник рояль друг но вдруг в хорошем слове и последник потому что с его помощью вы передаете какую-то эмоцию потому что ведь можно всегда задаете вопрос ну хорошо существуют там великие какие-то партии до которые играют там тысячелетиями уже столетиями уж точно и каждый пианист до играет по-разному и кажется что казалось бы но ты те же вы же люди которые знаете но это же не просто так чек вышел что-то там вроде бы нот эти там ничего другого нет но выходит один человек играет так другой человек выиграет так 3 играет так это три разных даже произведения вот то есть когда вы играете сейчас как не композитор да когда вы сами придумайте музыку мы об этом поговорим когда вы играете уже вещи ну скажем так известно вы как ее через себя пропускайте главное не ошибиться в или по-своему что-то сделать свое видение это вечный вопрос почему любой человек делая какое-то дело то же самое которое делают другие люди неизбежно что-то от себя туда привносит откуда берется вот это свое почему оно именно такое и чего это все зависит когда пианист садится за свой инструмент в принципе у него начинает включаться какая-то совокупность его процессов потому что с одной стороны он идет за каким-то своим внутренним движением и за вдохновением если она есть с другой стороны всем известно что когда у человека очень горячая голова его может очень сильно захлестнуть поэтому с другой стороны рациональная часть контролирует это все и пытается сделать максимально точно технически и вот это вот вечная можно сказать вечный дуализм вот этого рацию и эмоцию присутствует в ежедневно то есть главный баланс жизни да а можно подправить композитора вам все нравится у известных композиторов то есть это вот уже готовое произведение и не хочется где-нибудь чуть-чуть что-нибудь там во время исполнения что-нибудь своего или это будет плохо вас по любом случае исполнение это и есть процесс когда человек сам говорит это можно сравнить декламации шекспировских стихов когда вы рассказываете стихи шекспира вы говорите текст который написал шекспир однако же вы каждое слово проживаете сами и будете говорить его от своей души от сердца если например это стихотворение напоминает вам о каком-то вашем опыте жизни то возможно окраска будет другая да будет одушевлено этой эмоции и здесь принципе то же самое только еще в на более таком неосязаемом уровне потому что музыка она гораздо менее конкретное явление чем словом ну еще перед тем как уже перейти к вашей композиторской деятельности педагогической в том числе но наверняка же невозможно все даже любить как ну как исполнитель да какие-то есть любимые вещи есть которые не любимы но есть наверное же есть еще вещи которые ну не то что не даются а вот как-то не не получается да бывает такое или пианист все может сыграть даже еду я могу этого не заметить да как специалист но наверняка есть вещи которые и оркестры берутся за целое исполнение сложных довольно произведений есть такой вашей вашем репертуаре где где вы добились того что все-таки сыграли эту вещь и победили этого композитора если можно так выразить в работе музыканта каждый день приходится столько раз выигрывать и может даже не всегда выигрывать эти битвы с самим собой что в принципе да это поле сражения где битва никогда не кончается на на это интересно да это интересно с другой стороны иногда вдруг кажется что ты наконец что-то нащупал и вот теперь уже ты знаешь как это делать но пройдет год и что-то новое нужно снова играть например это сочинение и опять берешься за него и все нужно начинать практически с нуля это вечная история а вы можете общаться на каком-то там уровне с композитором который уже тысячелетия нет на скет и его произведения узнать как вот воздух посылать какие-то вопросы почему вот так вот написали коллега бывает такое общение через музыку вообще ежедневно музыканты общаются через музыку у нас есть эта вот связь миров и вся музыкальная история чем больше в нее проникаешь и чем больше узнаешь читаешь письма композиторов мемуары тем более живыми настоящими людьми не предстают и в какой-то момент пазл складывается и мы можем ошибаться разумеется но что такой случай я писала научную работу и сделала вывод на основании свидетельств нескольких учеников одного ведущегося педагога что педагогике этого человека была присуща одна черта и вот когда я поделилась этим наблюдением с одной ученицей которая сейчас живет и здравствует этого педагога она сказала нет что вы что вы такого никогда не было это было один раз и а это уже возвели понимаете вот в какую-то систему то есть мы все один раз было один раз но подается это как что это было присуще творческому почеркну наверное так хочется иногда все-таки это же творческий процесс немножечко все иногда умножается или наоборот делится ваша композиторская деятельность вы сразу начали писать потому что не каждый же очень много исполнителей да скажем аккомпаниаторов много много всяких названий связанных до с этой работы работы с профессией почему вы писать музыку она сама пришла постучалась или жизнь заставила ну по сути ведь то что я стала подходить к инструменту и пытаться из него извлекать звуки это ведь уже было в начальном роде композиция это было импровизация импровизация это спутница композитора который обычно следует перед ней потому что часто композиция рождается из импровизации поэтому видимо композиция даже первая притянула меня вместе с ней уже и мой инструмент и началась уже другая история когда инструмент не просто вы используете его для того чтобы передать некую чужую историю да все-таки чужую превратив ее свою но и собственно говоря рождается совершенно что-то новое сколько у вас произведений вы как-то ведете счет нет нет и я постоянно обнуляю этот счет почему иногда начинает казаться что то что я написала до такого-то года это было совсем юношеской и тогда я обновляю у меня снова первый опыт у меня уже я уже перестала вести счет по опусам я теперь просто подписываю дату год это как это приходит как знаете муза когда приходит или это в любую минуту может произойти или вы целенаправленно там с 10 до 12 у вас время композиторская работа то есть как работает композитор но мы все стараемся работать как петр или чайковский который говорил что муза это дама капризная на него не посещает гости не посещает ленивых и сам петр ильич железно следовал режиму дня распорядку мы все стремимся естественно к этому но получается комси комса потому что график распределение времени между студентами между учениками какие-то дополнительные постоянно возникающие то есть приходится выкраивать время хорошо сейчас мы сделаем небольшую паузу и поговорим кстати педагогической работе о вашем блоге как вы работаете и как удается вам еще получать премии то есть это же тоже такой важный момент ольга иванова пианистка лауреат международных конкурсов композитор педагог у нас гостях напомню что эта программа открытый диалог лауреат международных конкурсов ольга иванова автор блога записки пианистки композитора говорили об этом в первой части нашей программы человек который относится к роялю к этим клавишам как-то по-особенному а не просто как вот некоторые кстати у вас бывает такой момент когда но не хочу подходить к роялю не хочу сегодня никаких звуков нет то есть всегда это присутствует у меня не бывает ощущением что я не хочу заниматься своим делом мне бывает наоборот обратное ощущение что мне не хватает времени для себя именно своего для всего того что мне хочется существовать в жизни я уже поняла и уже просчитала примерно что даже если удастся прожить очень долгую жизнь все равно даже при самом лучшем раскладе не удастся чисто количественно осуществить все то что хочется но готов поспорить всяко в жизни может случиться давайте мы поговорим о педагогической деятельности тем более что это педагогическая деятельность все-таки связано с инструментом и тут я так понимаю что есть как бы два направления есть люди которые сами хотят причем я специально сказал люди называя возраст которые ну вы там вы говорили студенты просто кто берет уроки музыки да если люди которые тему это это им нужно а есть когда родители говорят вот должен хоть что-то там или должна вот это же сложно когда ребенок например вы с детьми работаете это прям со студентами в основном со взрослыми да вот хорошо тогда другой вопрос студенты это же им это необходимо это их главная задача то есть или есть у вас люди которые просто хотят научиться играть должна быть главная задача но как у всех по-разному как-то а какая главная задача у студента какая главная задача ну каждый идет за своим высшее учебное заведение многие конечно идут по инерции уже отучившись в профессиональном учебном заведении даже какое-то время была такая практика что после вот училищ музыкальных специализированных школ люди могли поступать только уже либо в театральные либо на музыкальное направление поэтому многие просто идут уже потому что они посвятили этому много лет своей жизни и у них уже нет каких-то других дорог уже по проторенной дорожке да наверное по настоящей любви идут далеко не все так и должно быть а скажите ведь это очень трудно наверно когда вот все музыканты все умеют играть как можно из чек умеет играть чего чем чего чему его еще можно научить как можно лучше играть если он уже имея умеет играть или нет предела совершенства я думаю что вы не встретили бы ни одного пианиста который бы сообщил вам что он умеет играть включая мировых знаменитостей а чем это можно объяснить настолько далеко горит вот это вот звезда совершенства и настолько чем больше углубляешься в профессию она становится более явный и еще более может быть далекой что сказать о себе что ты достиг чего-либо становится все невозможнее а как же полезная профессиональная уверенность что я могу и буду это уже другое тоже нужно чтобы было в человеке потому что бояться всего нельзя вот это наши наши вечные весны баланс потому что бываешь такие яркие когда как рука не просто по клавишам а такое ощущение что клавиши под руки подстраиваются совсем другая история теперь поговорим о вашем блоге сейчас вообще любопытно да человек а музыкант композитор который ведет свой бог называется записки пианистки вам ли пришла эта идея почему пришла и что вы публикуете в этом блоге да идея пришла мне и я начала ее реализовывать на пятом курсе консерватории фортепианного факультета еще будучи студенткой задумал этот блог мне хотелось сделать такой знаете стоп кадр той эпохи в которой мне довелось находиться с одной стороны эпоха какая-то переходная потому что живы еще многие старые профессора которые застали в жизнь совершенно другую абсолютно другой круг людей о которых мы уже читаем в учебниках с другой стороны вот сейчас растет новое поколение абсолютно новых людей будущих выдающихся людей просто уже родились других обстоятельствах и в цифровом мире и они не могут быть такие же как старшее поколение абсолютно другие люди с какой-то другой планеты и вот для меня как для пианистки педагога было важно как-то объединить все то что витает в воздухе в единый такой в один блок и сделать некое пространство которое было бы интересно для пианистов для педагогов это очень узкое направление этот блок смотрит но подписчиков 10 тысяч максимальное количество просмотров где-то 50 тысяч видео поэтому в первую очередь еще у меня была такая цель я хотела знаете чтобы этот блок был не просто вот для там учеников музыкальных школ для каких-то любителей я хотела чтобы каждый профессор консерватории который посмотрел этот блок нашел бы в нем тоже что-то интересное то есть эта работа на сразу несколько целевых аудиторий и к счастью мне удалось явно этого добиться потому что буквально вот через два месяца после выхода первых видео я зашла в профессорский буфет консерватории и меня там сразу поприветствовали несколько профессоров которые смотрели выпуска дарили меня за это хорошо я знаю также что вы занимаетесь довольно любопытным проектом я уж не знаю как это психологическое отношение к людям с помощью музыки да какие-то плейлисты вы составляете вот расскажите что это за идея такая и как она вам тоже пришла в голову ну сама идея плейлиста не моя так сейчас в принципе любая площадка музыкальные мы провели видео до дает такую возможность оставлять плейлисты собственно почему я начала это делать не одна я это делаю естественно это делают многие а потому что я прекрасно понимаю что например я не разбираюсь в ну допустим скульптуре юга франции а я хочу пойти посмотреть вот что-то я не знаю куда мне идти что мне смотреть да и вот точно также очень многие люди ну что говорить честно большинство людей они не знают что им слушать они бы рады послушать классическую музыку да вот как бы ну классика а что ввели они в youtube лунная соната бетховена еще наткнулись знакомые например не на нее она какой-нибудь ремейк которых сейчас очень много да поэтому я делаю плейлисты с ссылками и дополняем краткими комментариями потому что когда человеку объяснили что это как это создавалось в каком контексте что чувствовал в этот момент композитор человек слушает уже совершенно другими ушами потом он втягивается уже начинает изучать сам и этот плейлист вы выпускаете с какой-то периодичностью и сколько как он выглядит там то во временном режиме выглядит он как документ электронный в котором есть кликабельные ссылки и описание а выпускаю я их по мере поступления каких-то нужд аудитории то есть вот например некоторое время назад очень выросла тревожность у людей это было это чувствовалось просто и захотелось сделать успокоительный плейлист где были бы сочинения которые способны были человека ну хотя бы немного успокоить но это есть такое слово релакс вы можно здесь каким-то образом применить вы знаете успокоение она бывает иногда не обязательно через релакс иногда человеку гораздо больше успокоения принесет эмоциональность например осознание того что кто-то пережил такие же например печали как и он сам или еще больше иногда человека способен успокоить буря а вовсе не тихая гавань ну да то есть им другой эмоциональ а так а вот самый интересный такой момент это конкретные какие-то композиции да уж такое слово я беру из своего радио прошлого то есть вы как-то их выстраиваете это как какой-то набор именно конкретно одна за одной первое это вторая это третье это или этот плейлист можно как-то перекручивать и что но эту музыку вы то есть человек не просто слушает а понимает кого он конкретно слушает и тогда у него есть возможность в дальнейшем уже искать если ему понравилось это искать этого композитора и его произведения верно да в принципе можно слушать этот плейлист как целый концерт то есть читать предисловие нажимать на ссылку и прямо как в концертном зале но не у всех людей есть такая времена возможность некоторым проще включить в наушниках его такси кто-то послушать 15 минут и потом вечером снова продолжить это все индивидуально конечно музыку наверное как кстати это очень интересный вопрос но на мой взгляд может и не интересны сейчас же еще поколение растет наушников то есть это люди которые в наушниках проводят большую часть дня чем без наушников я имею ввиду маленькие какие угодно музыку как все-таки надо слушать если это не концертный зал куда люди приходят специально а вот дома ее нужно слушать из динамиков или все-таки наушниках что лучше как звук лучше воспринимается горячо мной уважаемый психолог марина старчеус которая кстати у нас консерватории читала курс по психологии годичной и очень много дала каждому кто воспринял его она говорила что есть научно доказанное основание полагать что когда человек слушает музыку в наушниках он воспринимает мозгом ее так как будто она звучит у него из внутри головы как бы так это очень интересно действительно я сама это ощущаю когда слушаешь музыку в наушниках например особенно в хороших в больших наушниках то она звучит немного как внутренний голос насколько это опасно или может быть наоборот хорошо я судить не могу но это факт что касается того как слушать музыку то мне кажется человека не должны останавливать какие-то его технические возможности я сама очень часто за завтраком кладу рядом телефоны включая радио орфей прямо из динамиков телефона которые не отличаются каким-то качеством от мона это если телефон у человека например старый то вообще принципе это будет совсем некачественно но тем не менее идет музыка и хорошо у нас к сожалению короткое время нашей программы поэтому мы должны потихоньку завершать и скажу что я так понимаю вы и к премия правительства у вас есть за что вы получили премию правительства я получила за премию президента а вот так вот выделили грамм не дали премию президента мне в консерватории И меня просто вызвали и сказали, что мне присудили ещё премию правительства. То есть вы уже серьёзный человек на правительственном уровне. Я последний вопрос вам адресую. Ну, вот живёт пианист, даже композитор. Живёт себе и творит тихонько. Вот в неком таком классическом стиле. А у вас я вижу человека, который расширяет рамки и занимается этой деятельностью на 360 градусов. Я так понимаю, что ещё впереди, уже есть, наверное, ещё какие-то проекты. И впереди много других проектов. То есть какова ваша главная цель? Вот зачем вам делать эти плейлисты? Зачем вам вести блог? Помимо, естественно, обучения и самообучения постоянного. Зачем? Было бы проще ответить, зачем я занимаюсь моей главной деятельностью. То есть зачем я пишу музыку, играю концерты. Потому что блог, соцсети – это прикладное. Зачем я веду блог? Во-первых, мне это интересно. Во-вторых, я вижу, что это интересно людям. И их жизнь от этого может стать чуточку лучше. А в-третьих, это необходимые условия в наши дни. В каком-то смысле практически никакой артист не может позволить себе... Быть в стороне. Находиться уж абсолютно в вакууме и не выходить из своей пещеры. И в то же время министрели всех времён делали своё дело и делают сейчас. Потому что они не могут этого не делать. Потому что они не могут этого не делать. Я не могу тоже. И Ольга Иванова тоже не может не заниматься музыкой, не заниматься всем тем, что она делает для продвижения такого знакомого всем жанра, которым работают пианисты. Но каждый это делает по-своему. Вам мы желаем удачи, новых побед, новых каких-то находок, потому что это очень интересно. Ольга Иванова, лауреат международных конкурсов, композитор, пианистка, композитор, педагог, которая была гостью нашей сегодняшней программы. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пельенко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова